Есть такие предположения. Почему? Потому что он пригласил братишку и ждал, пока она умрет. Он несколько раз заходил в номер, убеждался, жива или не жива она. И только когда она умерла, он после этого начал вызывать скорую помощь. Я думаю, не думаю, я убежден в том, что и этого братишку не просто как за донесение, не донесение должно привлечь к уголовной ответственности, а как соучастника убийства должны привлечь к уголовной ответственности. И того человека, который стер все видеозаписи с видеокамер, я тоже думаю, что это увод от ответственности, это сообщник Бешимбаева, получается. Не просто подчиненного, который выполнил приказ Бешимбаева, а это соучастник Бешимбаева, который в месте находился. Это, можно сказать, одна банда. Надо судить не просто Бешенбаева, а это бандитизм, это преступление целой банды Бешенбаева. Конечно же, семья Бешенбаевых, они уже начали выгораживать своего сына, но для нас он изверг, для нас он убийца. А вот говорят, что вы простили их родственников. Мы никогда в жизни не простим. Можно простить любое. Можно простить, да, если бы это было убийство по неосторожности. Но мы видим, как это он издевался. Так, наверное, не каждый бандит, не каждый изверг может сделать то, что он сделал с нашей сестренкой. За это никогда никакого прощения не будет. Такому человека нельзя прощать. Если мы его простим, то будет другая трагедия. Он еще человека убьет. Тогда это будет уже на нашей совести.